Добрый день! В этом видеоуроке мы разберем как предоставить сотруднику доступ к системе. Вы научитесь устанавливать каждому сотруднику свой логин и пароль для входа и настраивать его права доступа. Рассмотрим настройку на примере уже созданной карточки сотрудника. Для того, чтобы предоставить сотруднику доступ к системе, необходимо переключить тумблер «Доступ к системе» в положение «Включено». В появившейся вкладке «Свойства пользователя информационной базы» можно производить дальнейшую настройку. Роль пользователя у меня «Администратор салона красоты». Для того, чтобы установить логин сотруднику, заполните поле «Имя для входа». Для установки пароля нажмите «Установить пароль», введите пароль, его подтверждение и нажмите «Установить пароль». Чтобы потребовать смену пароля при входе, для того, чтобы сотрудник мог сам указать свой пароль при первом входе, поставьте галочку в этом поле. Можно указать запрет на изменение пароля. Функция «Показы в списке выбора» доступна только в коробочной версии. Аутентификация по протоколу OpenID. Если вы поставите галочку в этом поле, то аутентификация пользователя будет выполняться не конкретной информационной базой, к которой подключается пользователь, а внешним OpenID-провайдером, хранящим список пользователей. Аутентификация операционной системы. При выполнении аутентификации средствами операционной системы от пользователя не требуется каких-либо действий по вводу логина или пароля. В блоке «Режим запуска» рекомендовано выбрать вариант «Управляемое приложение». В блоке «Общие настройки» если вы поставите здесь галочки, можно запрашивать подтверждение при закрытии программы и отображать все отчеты. В блоке «Управление доступностью колонок табличных частей» можно произвести настройку прав на изменение ручных скидок и добавление цен в документах продажи. В расширенных настройках прав находится список всех прав, доступных пользователю. Для того, чтобы дать пользователю то или иное право, поставьте галочку напротив него. В этом видео мы рассмотрели, как давать доступ сотруднику в программу, как настраивать его логин и пароль для входа, его права. Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова